У меня в руках самый дорогой набор спиц за всю историю магазина, все экземпляры которого были раскуплены еще до того, как он к нам приехал. Хотите его увидеть подробней? Смотрите наш ролик дальше. У него очень долгая и необычная история создания. Первая версия этого набора увидела свет еще три года назад. Однако очень быстро выявился брак, из-за которого компания Чиагу отозвала все экземпляры этого набора из продаж. Они отправили наборы на доработку, и прошлой весной компания Чиагу все-таки выпустила ту самую версию Чиагу Форте 2.0, потому что преданные поклонники бренда очень ждали этих наборов. Однако в серийное производство этот набор не поступил, и так и остался в качестве лимитированного, ограниченного. Его по предзаказам выкупили истинные фанаты бренда, которые его ждали. То есть сейчас этот набор приобрести нельзя, но вы можете оставить заявку под этим видео, кто знает. Может быть компания Чиагу выпустит еще серию, и тогда мы с вами свяжемся. Мне уже не терпится его распаковать, а вам? Пойдемте смотреть. Ну что, заглянем вовнутрь. Конечно же, такой набор и упакован соответствующе. Все очень красиво, все очень стильно в стиле Чиагу. Чиагу и долгожданный сам набор. Долго мы ждали для того, чтобы подержать его в руках, но ожидание оно еще больше усиливает наши эмоции от обладания. Итак, что мы видим? Мы видим такой достаточно большой, крупный и тяжеленький увесистый чехол под кожу с тиснением Чиагу, с тиснением логотипа и то, что с 2005 года компания работает. Чехол на крупный такой тракторный молнии. Как дорогой автомобиль открываешь. Многие высказывали такую ассоциацию. Давайте смотреть, что же у нас внутри. Естественно, в первую очередь, я думаю, что многих будут интересовать спицы. Спицы здесь очень интересная подача. Спицы прикреплены на вот такую планку основания, которая отсюда может сниматься на магнитных кнопках. И ее можно, например, брать с собой куда-то, если вам не нужен весь чехол. Или вы можете ее взять с собой в рамках работы над проектом, но при этом чехол оставить в другом месте. Спицы в данном варианте двух разных материалов. Это и было главной причиной, когда компания Чиагу отправила спицы на доработку и убрала из продаж первую версию набора. Спицы у нас есть номеров, условно, половинка маленькая. Они здесь расположены в том же ключе, как в наборах полных Чиагу, половинка Small и Large. Здесь единственное главное отличие, но помимо материала, сейчас мы о нем поговорим попозже, именно в размерах, что добавлено, та самая тройка, которой нам всегда не хватало, которую мы всегда докупали к наборам. Поскольку эти спицы отдельно не продаются, это очень ценно, что компания включила именно третий номер в линейку своих спиц. Теперь о материале. Именно доработка коснулась вот этой половины спиц. Здесь у нас восемь номеров, и они выполнены из материала комбинированного. Комбинированного, как вы видите, это в принципе видно, но иногда это бывает окрашиванием создается, а здесь это именно комбинация материала. Это металл, а вот эта черная часть, это карбон. Дальше он тоже соединяется с металлом и уже превращается в классический вариант завинчивания Чиагу, уже знакомый нам. То есть это облегченные металлические спицы с карбоновой вставкой. В первой версии форта вот эта часть была выполнена из дерева. И спицы были достаточно хрупкие, поскольку номера здесь совсем небольшие, спицы оказались сами хрупкие. И было принято решение немножко изменить концепцию набора и заменить этот материал на карбон. Карбон достаточно дорогой, очень редкий и такой статусный материал для спиц. Поражает соединение. Конечно же Чиагу это перфекционисты в мелочах в том числе. И соединение вот этой металлической части с карбоном, на самом деле его даже не ощутишь тактильно. Даже если плотно-плотно проводить спицей по пальцу, его не существует. Хотя это действительно разные материалы, но они добились такой высоты качества исполнения, что вот эти стыки именно по самой спице, спицы со стаканом и с наконечником, они идеальнейшие. Это конечно очень сильно поражает. Номера спиц нанесены на вот эту металлическую часть, на наконечник. И продублирована еще здесь на основании спицы, которая потом прикручивается к стакану. К какой лесочке прикрутить эту спицу? Опять же для удобства нас как вязальщиц здесь написан номер лески С. И мы не перепутаем и присоединим эту часть к лесочке С. Номера давайте просмотрим. 2,75, 3 мм, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5 и 5 мм. Все вот эти 8 пар спиц, они относятся к креплению С, смол, и к ним соответственно подойдут любые лески чагу, которые продаются в природе с закреплением С. Вторая половинка, она необычная, она осталась из части первого набора. И здесь, в рамках этих спиц, той части центральной, использовано как раз черное дерево. Соединение такое же безупречное, его не ощущаешь этот стык никакой, даже переходом пальца проводя руками. Такое действительно ощущение, что как будто их покрасили. Хотя на самом деле это вот соединили два совершенно разных материала, да, металлический и деревянный. Спицы легкие, очень приятные. Фактура дерева, она чуть больше просматривается, если, например, сравнивать со спицами Lantern Moon, которые тоже изготовлены из черного дерева. Здесь, может быть, на видео не очень видно, но вот эта фактура, она есть. Конечно же, фирменные заостренные кончики чагу даже в больших номерах. Вот в данном случае у меня сейчас номер шесть с половиной, и смотрите, какой у него удлиненный, заостренный кончик. Многие вязальщицы любят бренд чагу именно за эти кончики. И здесь у нас с вами шесть номеров спиц во второй половинке, которые крепятся на лесочку Large. Пять с половиной, шесть, шесть с половиной, восемь, девять и десять. Нет чистого номера семь, это такая же ситуация, как у них была в наборах, но на крупных номерах спиц уже не так критично, чтобы они были каждый номер. В принципе, вполне достаточно, если вы вяжете даже изделие на восьмерке, на резинке взять шесть с половиной, это вполне себе допустимо. Вот такая красота, очень удобно пользоваться. Надежные, крепкие резинки. Ничего отсюда вываливаться не будет, они, смотрите, какие широкие. Надежно будет крепиться очень долгие годы. И пойдем дальше смотреть, какие еще есть компоненты в нашем наборе. Пойдемте поищем в этом наборе лески, потому что лески это следующая история относительно после спиц, которая нас с вами интересует, чем же укомплектован этот набор в данном случае. И вот в таком кармашке, который тоже на молнии, у нас есть с вами лески. И лески здесь двух видов. В размере S они разные. Есть дополнительно и новенькие лески, прокручивающиеся 360, которые прокручиваются у основания. Они потоньше сам тросик металлический в оплетке, чем в версии красной. Стакан прокручивается. Для кого-то вот этот момент соединения будет комфортным, для кого-то, кто очень туго вяжет, нет. Но для вас как раз есть второй вариант лесок. Размер лесок здесь указан на упаковке. Здесь у нас с вами лески 35 см, 55 и 75 см. И здесь точно так же. Лески всегда можно докупить отдельно. Это расходный материал, который может вам понадобиться просто по количеству. Может с частым вязанием какая-то леска испортится. Вы всегда ее можете докупить отдельно. И на размер L у нас точно такие же лески идут. 35, 55, 75 см. Забыла сделать акцент на том, что спицы у нас с вами здесь классической длины. Это 13 см. И именно поэтому комплектация лесками идет именно такая. То есть с лесочками 35 см плюс 2 спицы по 13 см. Это уже будет достаточно большой объем. То есть шапку на нем нельзя будет связать. Шапку можно будет связать, если вы присоедините их вот к такой леске 55 см. И уже будете вязать методом Magic Loop. Или еще более длинный 75 см. Это будет в районе 100 см. Общая длина. И естественно Magic Loop вам такой тоже вариант подойдет. И будет удобно вам вязать практически любые изделия. Помимо лесок, которые у нас соответственно идут на оба размера спиц, у нас есть большое количество аксессуаров. Причем аксессуаров уникальных. Отдельно вы можете купить и продается вот такой набор аксессуаров. Этот набор можно купить отдельно. И он есть также в наборе здесь. Это мелкие принадлежности для закручивания спиц. Ключики. Это стоперы. Беленькие, черные, белые на размер S. Черные на размер L. Это переходники. С меньшего размера на больший. Это немножко маркеров неразъемных. И вот такие коннекторы для того, чтобы соединить леску друг с другом, удлинив ее. То есть все необходимые вещи здесь есть. Дополнительно здесь есть несколько иголок. Тут две иголочки. И два ключика. Как и у всех спиц, которые комплектуются ключиками. Правильное закручивание. Это обязательно при помощи ключика. В леске есть отверстие. Куда вы этот ключик вставляете и закручиваете. Какая особенность в работе с такими спицами, собственно говоря, как и со всеми комбинированными. Когда мы прикручиваем спицу к леске, я очень советую вам при закручивании, при затягивании. То есть закручивать вы можете в принципе вот так, да, просто закрутили. А при фиксации старайтесь делать упор на вот это металлическое основание. То есть здесь у вас в леске будет ключик. И вот так вот упором вы соединяете спицу с леской. Но очень не советую держать вот за эту часть. Все-таки здесь спицы имеют... Мы понимаем, что это разные материалы, что они каким-то образом соединяются. И все же место может быть достаточно хрупким. Поэтому при достаточно таком сильном нашем усилии и нажатии, когда мы затягиваем это соединение, держитесь руками за металлическую часть. Собственно говоря, это относится вообще ко всем спицам, которые имеют разный материал стакана соединения и самой спицы. Есть также такое полезное сердечко, как и во многих наборах аксессуаров этих Чиагу. Это вот такое резиновое силиконовое сердечко. Оно помогает нам удержать спицу. Если у вас руки влажные, спица прокручивается, ключиком мы фиксируем леску. А вот этим сердечком мы зажимаем саму спицу, и она у нас не прокручивается в пальцах. Такое удобное приспособление. Еще и симпатичное. С любовью от Чиагу. Конечно, в этих престижных наборах у нас уже идут такие симпатичные рулетки. Они вроде бы как обычные, но в таком приятном чехле, эстетичном. Всегда удобно работать таким инструментом и приятно, особенно если вы работаете с клиентами. Вы не просто старый сантиметр достаете, а работаете вот такой эстетичной рулеткой. Там в середине кнопка, на которую нажимаешь, и обратно рулеточка стягивается. Что еще у нас интересного есть? Давайте заглянем. Такой набор комплектуется у нас ноженками от Чиагу. Всегда важный инструмент, который должен быть под рукой. Естественно, обрезать кончики нитей. И очень здорово и очень красиво выполнено вот это крепление для ноженок. Приятно. Миниатюрно идет линейка в наборе. Такая совсем-совсем небольшая. Не на 10 сантиметров, а с этой стороны 7 с внутренней на 5. С делениями для того, чтобы вы могли проверить спицы, если вдруг у вас стерлось покрытие и вы не видите номера. Это обычно относится не к Чиагу. Но если вы какие-то другие спицы у вас есть, которые вам нужно проверить, тот или иной у вас номер, вы можете воспользоваться вот такой линейкой. А с помощью вот этой части, естественно, измерить образец, высоту, ширину, количество петель и рядов. И очень интересное дополнение набора. Естественно, мы все записываем свои измерения, записываем ход своей работы. Поэтому Чиагу укомплектовал набор вот такой красивой ручкой. Ну, чем не паркер, на самом деле. Очень стильная, очень легкая ручка. И я думаю, что достаточно престижно будет такой ручкой записать какое-то измерение. И комфортно, и очень красиво. О красоте здесь, естественно, подумали. Еще очень интересный элемент набора это вот такой карабин, за который вы можете, опять же, прикрепить уже то, что вам нужно. То есть у вас есть какой-то ваш элемент вязания. Это может быть и для какого-то ключика, и для какой-то мелочи, и для лично уже ваших вещей. Тоже их сюда закрепить, чтобы они оставались внутри набора. И еще вот такой функциональный небольшой маленький кармашек. Сильно много, конечно, туда не поместится. Но что-то маленькое, какие-то дополнительные маркеры, какие-то дополнительные, не знаю, те же иголки, маленькие вещи, они сюда войдут. Он полностью закрывается. То есть здесь сбоку ничего не вывалится, а верхняя часть полностью закрывается на молнии. То есть такой кармашек для мелочей. Есть еще один секретный карман, который не сразу обнаруживается. Вот здесь. Здесь у нас послание от компании Чиагу для обладателя набора. Спасибо вам, что заказали специальный выпуск Форте 2.0. И здесь показано, что есть в наборе. Причем на очень красивой такой дизайнерской бумаге это все напечатано. Рассказано про лески, про линейки, про наборчик, да, для того, чтобы вам познакомиться с тем, что у вас есть в наборе. Ну а когда вы прочитаете это письмо, то, конечно же, этот карман можно использовать для того, чтобы положить туда некие свои записи, какой-то проектный небольшой листок. Конечно, большой блокнот туда не вместится. Но это будет либо, например, небольшой блокнотик формата А6, либо, может быть, просто несколько листов, на которых вы ведете свои записи, и они вам необходимы в процессе работы. Мы посмотрели с вами все, что есть в наборе. Конечно, визуально и тактильно это огромное удовольствие прикасаться к материалам такого исполнения. Очень приятно, что для тех, кто занимается рукоделием, делают такой уровень качества инструментов. Я думаю, что всегда было бы здорово иметь в своем арсенале спецподобный набор. Спасибо компании Чиагу за то, что осчастливила своих поклонников бренда. И пусть это и лимитированный выпуск, но многие из вас, кто приобрел этот набор, я думаю, что с удовольствием будут им пользоваться. Вспоминая бренд Чиагу каждый раз добрым словом и каждый раз благодаря их за заботу о себе. Ну а если вы среди тех, кто уже счастливый обладатель подобного набора и готовы поделиться с нами своими фотографиями, своими эмоциями от распаковки, от первых проектов на этих спицах, мы очень ждем вас в нашем чате телеграмм. Присоединяйтесь по ссылке под этим видео в описании и присылайте свои фотографии, свои работы и пишите свои эмоции от вязания этими инструментами. Ну как вам набор? Понравился? Напишите сейчас прямо в комментарии свое мнение, вязали бы таким набором, что вам больше всего в нем запомнилось и понравилось. С 2005 года компания Чиагу радует вязальщиц качественными инструментами, спицами, крючками из бамбука и хирургической стали. И если у вас еще нет этих замечательных спиц, то скорее переходите на наш сайт ainitki.ru, ссылка будет в описании под этим видео, переходите и выбирайте свой качественный набор спиц. А если вы до сих пор считаете, что набор спиц это дорого и не понимаете, зачем он вам нужен, то ролик уже на экране, переходите, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok